Британия рассматривает возможность легализации канапли для медицинского пользования. Что стало причиной того, что Лондон, вероятно, изменит свое отношение к каннабису, расскажет Светлана Чернецкая. Это уже маленькая победа для Билли и его мамы. В исключительном порядке мальчику разрешили принимать масло канапли для лечения эпилепсии. Этот препарат семья покупает в Канаде, где каннабис легализирован. Масло канапли поддерживает жизнь моего ребенка. Этот препарат предотвращает ужасные приступы, каждый из которых может стать для сына последним. Без этого препарата Билли умрет. Пока в Британии всего два ребенка, которым разрешили лечиться маслом каннабиса. У шестилетнего Алфи, как и у Билли, редкая и тяжелая форма эпилепсии. У мальчика бывает до 30 приступов в день. Его семья перепробовала десятки медпрепаратов, но самый эффективный масло канапли. Его покупали в Голландии, зная, что использование препаратов в Британии незаконно. Все, чего мы хотим, это нормальной жизни для нашего ребенка. Сейчас он не может ходить в школу, не может общаться со сверстниками. Именно истории Алфи и Билли повлияли на решение главы МВД пересмотреть законодательство относительно применения канапли. Саджи Джавид заявил о начале немедленных консультаций о медицинских преимуществах каннабиса. Как отец, я хорошо понимаю, что нет ничего ужаснее, чем видеть страдания своего ребенка. Ты готов на все, чтобы помочь ему. Поэтому я сочувствую детям Алфи и Билли, а также их родителям, которые находятся под сильным давлением, и сделаю все от меня зависящее, чтобы они имели доступ к самым лучшим лекарствам. Использование канапли в медицинских целях разрешено во многих странах мира. Кроме Голландии, это Германия, Греция, Польша, Израиль, 20 штатов США и другие. Во многих государствах законно и рекреационное употребление марихуаны. Но в британском правительстве настаивают. Пересмотру предстоят исключительно медицинские свойства каннабиса. И любителям марихуаны радоваться не стоит. Она остается запрещенным наркотическим веществом. И, как и раньше, за владение канаплей здесь грозит до пяти лет тюрьмы. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова